Итак, ребята, давайте начнем битву между Кингсман и Джеймсом Бондом и начнем с аксессуаров. Давайте взглянем на аксессуары в Кингсмане. Моя любимая часть это смотреть, как Кингсман использует свои аксессуары и сколько у них экранного времени. Ключевой момент – это зонтик. Мы его видим в обоих фильмах. И мне нравится, что зонтик можно использовать во многих ситуациях. Как защитное оружие, так и для нападения. Ну или просто прикрываться от дождя. Конечно, не забываем про ножи в туфлях. Это классическое оружие, и оно играет большую роль в конце первой части. И как можно забыть гранату-зажигалку? Хочу признаться, что моя любимая часть это не то, когда она была использована, а реакция к Зинато, когда он узнает, что это такое, и когда он попытался ее украсть. Чемодан, который не просто пулемет, но еще и гранатомет. И, конечно, символическое кольцо, которое говорит, что ты Кингсман. Как Джеймс Бонд ответит на это? Зивком. Потому что Джеймс Бонд придумал шпионские аксессуары. Да, почти 200 гаджетов в фильмах Бондианы. О, у вас чемодан с пулеметами и гранатометом? У меня есть другой, более элегантный, с амуницией для моего пистолета. Вместе с метательными ножами. И вся эта история с гранатой-зажигалкой... Да ладно, я делал это еще в 1980-х. А сколько всего крутого упаковано в часы Джеймса Бонда? Часы, которые стреляют лазерами, разрезают практически что угодно. У других желобок начинает быстро крутиться и превращается в пилу. У других можно повернуть желобок и активировать бомбу. Часы, которые можно превратить в супермагнит. В других частях есть гарпун. Еще есть часы, которые распознают ядерное оружие. Также еще есть бритва, которая не только бреет лицо, но еще и деактивирует прослушивающее устройство. Лыжная куртка, которая может защитить от лавины. Кольцо, издающее ультразвук, способное разбить бронированное стекло. А еще машины, которые могут превращаться в самолет, или машины, которые могут плавать под водой и выпускать ракеты земля-воздух. У которых пулемет под фарами, которые выпускают дымовую завесу и маслянистые пятна. Ребята, Джеймс Бонд все это делал. Победитель первый раунд за Джеймсом Бондом. Друзья, теперь мы есть в Инстаграме и ВКонтакте. Стильные советы, обучающие моменты, рекомендации и другое будут всегда у вас под рукой. Заходите и становитесь частью нашего сообщества. Ссылки в описании. Раунд два, фокусируемся на костюмах. И мы будем рассматривать Джеймса Бонда в исполнении Дэниэля Крейга. Первый фильм, это Казино Рояль. В этом фильме Линди Хэмминг была костюмером. Она, кстати, была и костюмером для Джеймса Бонда в исполнении Пирса Броснана. Она надела на него бриони, и бриони справились очень хорошо. Мне действительно нравятся виды и размер костюмов, которые мы видим в Казино Рояль. Очень структурированный вид. Это больше итальянский фасон. Мы это видим по плечам, хотя костюм, который он носил на Багамах, имел не структурированную форму. И это нормально, потому что там жаркая погода. В целом отличный образ. Далее фильм Квант Милосердия. Работала новый костюмер Луис Фроглей. Она отдала предпочтение Тому Форду. Том Форд делал все костюмы, и что мы видим? Более современный дизайн, в плечах более естественный размер. И этому есть причина, потому что у Дэниэля отличное тело. Это все получилось показать при помощи костюмов. Следующие фильмы с Бондом это Скайфолл и Спектр. Том Форд продолжил делать костюмы. Но мы видим, что новый костюмер Янита Миме. Кстати, она делала все костюмы для фильмов Гарри Поттера. Но если взглянуть на размер, то в 2012 и 2015 году был сдержанный и очень облегающий стиль. Это многие заметили. Когда люди смотрели эти фильмы Джеймса Бонда, то они подметили, что костюмы на 1-2 размера меньше. Итак, новый фильм Джеймса Бонда «Не время умирать», я его еще не видел. Но я знаю, что у них новый костюмер, и они продолжают использовать костюмы Тома Форда. По сравнению с ранними моделями этих костюмов, они стали делать более свободные костюмы. Думаю, что эти костюмы будут выглядеть круто. Что мне нравится в Дэниэле Крейге, так это разнообразие тканей и паттернов, которые они используют для костюмов и различные модели. Так что они действительно проделали хорошую работу. Ну, давайте теперь поговорим о Кингсман. Что мы видим в этих двух фильмах, так это то, что в целом их стиль больше похож на форму. То есть у них стандартный вид. Они нашли свой стиль, который говорит, что это Кингсман, и они не сильно от него отходят. Костюмером была Ариана Филлипс. Она училась у Тома Форда и сблизилась с режиссером, поэтому ей удалось сделать именно то, что они хотели. А они хотели классический британский стиль. Чтобы этого добиться, они сотрудничали с магазином классической одежды Мартин Николс Лондон. Эти парни создали все костюмы. Интересный факт, что они продали права на дизайн мистеру Портеру, который в свою очередь выставил линейку костюмов, вдохновленной фильмами. На протяжении фильма мы видим, что Гарри и Эгзи носят очень похожие костюмы. Красивые двубортные костюмы с шестью пуговицами. Мы не часто видим двубортные костюмы, поэтому это очень прикольно смотреть, как два парня ходят в двубортных костюмах и ведут себя так, как будто это естественно. Если смотреть на двубортный костюм, то мы видим, как он увеличивает плечи. Этот костюм как броня, и это то, чего я ожидал. И мне нравится трансформация Эгзи из его кэжуал уличного стиля, в котором он ходил в начале, и когда он уже надевает двубортный костюм. Хорошо, этот раунд был очень близок, но я отдам победу Кингсман. Почему? Потому что они вернулись к классике, выкатили двубортный костюм, и доказали, что можно хорошо выглядеть, не часто меняя свой гардероб. Раунд три. Нарядная формальная одежда, или можно сказать, блэк тай. В фильме «Казино Рояль» мы видим, как Джеймс Бонд надевает черный полуформальный костюм, или блэк тай. Его смокинг с шелебриони, и он однобортный и на одной пуговице. Что мы можем сказать о лацканах? Красивые пиковые лацканы. Мне нравится, как они использовали шелк, вшитые карманы, и нет разрезов на спине. Отличный образ. Единственное, что меня смутило, так это то, что у него не было жилета, и его торс был открыт. Я думаю, что в классическом костюме для вечеринки в черных галстуках это надо предусматривать. Но ты можешь это изменять, а это же Джеймс Бонд. В фильме «Спектр» мы видим классический пиджак цвета слоновой кости. Джеймс Бонд отлично справляется с этой работой и со своим нарядом. Если рассматривать пиджак, что мы видим? Он однобортный, и снова красивые пиковые лацканы, отлично сочетается с черными брюками. Это отличный классический стиль, если у вас, конечно, хватает смелости его надеть. Далее обсудим Кингсман. С костюмами они придерживались простоты. А вот с полуформальными нарядами они повеселились. Первым делом мы видим Гарри в синим вельветовом смокинге. Только посмотрите на эту комбинацию. Это очень необычно и точно будет выделяться. Хотя в то же время это темный цвет. Он отлично выглядит и по классике, это хорошо сочетается. Взгляните на эти закругленные лацканы и одну пуговицу спереди. Действительно, очень элегантно выглядит. Далее Экзи в фильме «Золотое кольцо». Это так заметно, посмотрите на цвет этого пиджака. Выгоревший оранжевый вельвет. И какой контраст с лацканами. Этот пиджак центр всего. И он это знает, когда появляется на очень формальном вечере в этом пиджаке. Он надевает его без проблем. Господа, очень близкая борьба, но я отдам этот раунд Кингсманам. Почему? Мне нравятся их эксперименты и то, что у них хватает смелости надевать эти костюмы. Раунд 4. Кэжуал одежда. В фильмах Кингсман мы чаще видим Экзи в кэжуал одежде. Его образ довольно спортивный. Это куртки-бомберы и толстовки. На низ он надевает обычные темные джинсы. А обувь это Adidas. И на голову он надевает плоские кепки. Давайте взглянем на Джеймса Бонда. Дэниэль Крейг в роли Джеймса Бонда надевал больше кэжуал-нарядов, чем какой-либо другой Джеймс Бонд в истории. В фильме «Квант Милосердия» он выглядит потрепанно, но по-прежнему круто. В этой классической короткой куртке. На нем также темные джинсы и коричневые чуки. А что вы скажете насчет этого кардигана? Мне лично очень нравится, как он смотрится в лодке с этим черным кардиганом и белой рубашкой. Отличный наряд. Если бы вы могли увидеть остальную часть наряда, то на нем были брюки Чинос и ботинки Чуки. Посмотрим на его кэжуал-наряды в фильме «Скайфолл», когда он оборонялся в семейном доме. Мне нравится, что он надел классическую куртку. На нем классическая овощеная куртка. Такую носили только аристократы. Они брали хлопок, натирали его воском, чтобы защититься от непогоды. Затем на нем надет кашемировый свитер. Внизу у него вельветовые штаны и классические ботинки. Не забываем про фильм «Спектр», где он ходит в красивейшей синей замшевой куртке. У него кашемировая водолазка и шерстяные брюки в елочку и ботинки Чуки. Этот парень любит такие ботинки и они прекрасно справляются с работой и очень функциональны. Этот раунд не был таким напряженным, Джеймс Бонд побеждает с внушительным разрывом. Что мне нравится в Бонде и его нарядах, это то, что он работает со слоями. Когда он в поло, то он накидывает сверху легкую куртку. Она отлично защищает его от непогоды и не мешает в движениях. Раунд пять. Верхняя одежда. Начнем с Бонда в фильме «Скайфол». Классический бушлат. Я говорил о бушлатах ранее, они пришли к нам от моряков. Длинная история, но эта классическая мужская куртка на нем выглядит потрясно. В фильме «Спектр», когда Джеймс Бонд преследовал плохих парней в горах, он надел бомбер с вязанными рукавами от Тома Форда. Что мне нравится в нем, так это облегающий размер. Многие думают, что если одежда слишком облегающая, то у них не будет свободы движения. Это не так. Вообще-то у нее высокий разрез подмышки, она прилегает к телу и позволяет свободно двигаться. Что он и демонстрирует в этой сцене. А у «Кингсмен» мы видим их в зимней одежде, когда они тоже отправились в горы за плохими парнями в фильме «Золотое кольцо». Первым рассмотрим Экзи и его лыжный костюм. Что мне нравится в его костюме, это цвет. Коричневый. Это не подойдет большинству людей, да и в целом лыжные костюмы обычно ярких цветов. Но он сочетает его с цветом волос, с его комплекцией, черной водолазкой и коричневыми перчатками. Очень приглушенный и отличный наряд. А акценты на плечах увеличивают их и добавляют ему в росте. Далее рассмотрим агента Виски. Жилетка-пуховик. Мне очень нравится, как они совместили это с его лыжным костюмом. Отличный образ. Но все это блекнет по сравнению с нарядом Гарри. Он надел свой двубортный костюм, но поверх него он надевает дубленку. И это создает сильный контраст. Также он надел ковбойскую шляпу. Просто снагшибательный наряд. Кто победил? Я присуждаю победу «Кингсман». Далее обсудим очки. В фильме «Казино Рояль» мы видим Джеймса Бонда в Персол. Он использует 2244 и 2720. В «Квантом Милосердия», «Скайфол» и «Спектр» он надевает очки от Тома Форда. В фильме «Спектр», когда он в снежных горах, то носит пару винтажных варнец. Говоря о «Кингсман», то у них все привязано к стандартам. Да, они играют с цветом, мы видим черепашью оправу. Также черную оправу от Катлер энд Гроус. Но в целом стиль очень универсальный. Квадратный дизайн, будь это очки или солнцезащитные очки. Кто победил в этом раунде, отдаю победу агенту 007. Друзья, вот и завершился поединок. Напряженная борьба. Три-три. Кто же должен победить? Пишите в комментариях. Но если бы мой голос был решающим, то я бы присудил победу Джеймсу Бонду. Он больше времени уже существует и в целом более стильный. Но честно, мне очень нравится «Кингсман». Что ж, какое видео смотреть дальше, как насчет этого. Как Джеймс Бонд, нарушая правила, все равно уходит с девушкой. Это мистика. Многие говорят, что это потому что так написано в сценарии. Но это куда больше, чем просто сценарий. Так что смотрите его.